МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он продлевает поколениям веселья, которые были до наших поколений. И они были достаточно веселыми, не то что сейчас люди сидят в телефонах, ну или прочих таких компьютерах, гаджетах. Потому что раньше было все очень весело, все ходили на улицу, гуляли. Поэтому хочется продлить это вот веселье для детей, для тех, кто любит петь. И поем мы разные песни, которые очень веселые, и также под них танцуем. Вот так вот, Алексей все это делает для того, чтобы получить специальность. Он уже выбрал какую, и, собственно, к этой цели идет. Ну, а Анастасия Федосова, наверное, тоже какую-то цель уже имеет в жизни. Да, конечно, цель есть. Закончить 11 класс, успешно сдать экзамены и поступить в Институт культуры. Я хочу продлевать свои способности, развивать их. Хочу продолжить дело моего учителя, Наталья Рафиковна. Ну, а сейчас знакомимся с нашими героями. Детский фольклорный ансамбль «Забавушка» был создан в 2003 году. Сегодня он участник большого городского сводного ансамбля «Самарская слобода», куда входят ведущие коллективы школ искусств города. А что потом на поле, а что потом на поле, поле, А на трава не поле, а что потом на поле, поле, А на трава не поле. В репертуаре «Забавушки» подлинные произведения народного творчества. Плесовые, хороводные, игровые, лирические, духовные песни областей России. Участники ансамбля с теплотой и нежностью пропагандируют русскую песенную культуру. Их выступления видели города России, Греции, Болгарии и Словакии. Коллектив – неоднократный обладатель гран-при российских и международных конкурсов. Идя в ногу со временем, ансамбль постоянно развивается, совершенствуется и создает свой неповторимый облик. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Леша, вот он мне сейчас рассказывал, что фольклор привлекает его тем, что это весело. Я правильно поняла? Да. Но это же не современно. Ну, многие могут сказать, что это вот древность, а вот если просто сидеть в телефоне, ты просто отупеешь. В фольклоре ты бегаешь, прыгаешь, поешь, поэтому мозги не задумываются, какие игрушки поиграть и так далее. Зато, когда ты сидишь в гаджете, ты все знаешь, ты крутой, и это модно, и это стильно. Многие так думают, но на самом деле, мне кажется, лучше идти попеть с кем-нибудь, погулять и порезвиться. Настя, почему вот такая несовременная одежда, несильная прическа, зачем все это нужно? Я не гонюсь за модой, я делаю то, что мне по душе. И я не хочу быть на кого-то похожей. Я сама своя особенная. Наташа, я так понимаю, что весь коллектив такой, да? Да, у нас весь коллектив такой. Но вообще, мы же изначально преподаем, что фольклор – это мудрость наших предков, и мы должны передавать его из поколения в поколение. Так вот, задача нас, как педагогов и школы искусств, точно, ну и наша школа искусств, детская школа искусств, на мёртвом ладо, из которой я работаю, занимается им этим. Мы приобщаем детей к фольклору, к народной мудрости, к традиции. И у нас занимаются, ну я думаю, что заинтересованные дети, которым это нравится, которым это по душе. Они уже многие сейчас добиваются своих высот. А сколько их всего? Ну вообще, у нас в Самарской Слободе, если брать городской сводный фольклорный экзамен и, ой, ансамбль, их там где-то 258 человек. Лёш, вот преподаватель сказал, что вы постигаете народную мудрость, а вы постигли её уже? В чём она? Ну, как бы сразу постигнуть не удалось, а вот постепенно, постепенно всё, познаём, учимся. Чему? Чтить своих предков, развивать культуру, хранить её и, наверное, любить свою родину, своих родителей, уважать. И вот этому всему можно научиться в вашем ансамбле? Ну вы же просто поёте. Как же это происходит? Мы берём песни разных районов, разных губерний, мы изучаем культуру, мы учим обряды, танцы, чтобы проникнуть в это. И вообще, как бы изначально мы берём, например, произведение и начинаем его разбирать. Вот. И уже конкретно мы рассказываем детям, о чём поётся в этой песне, вот как бы ты лично её прочувствовал. Они каждый просто так на сцену не выходят. Они каждый выходят, уже зная о том, о чём он поёт. Тогда горят глаза, тогда уже такие вот мысли. И мне, конечно, очень вот лестно было узнать, что и Алексей, и Анастасия хотят продолжить это дело и уже в дальнейшем быть педагогом. Ну да, вот если честно, я даже не знала, что Алексей у нас педагогом собирается быть по вокалу. Ну очень. Алёш, я перед началом записи увидела у тебя два кубика Рубика. Зачем они? Почему два? Надо развивать мозги, чтобы совсем не отупить в телефоне. Потому что все мы сейчас подсели на них, ну и как бы сейчас надо развивать свою логику, чтобы потом продвинуться дальше в учёбе и в дальнейших направлениях, так же и фольклора, чтобы мозг хорошо работал. Одного недостаточно, что ли? Нет. Почему? Ну потому что, первый, ты собрал что-то и на нём остановился, не хочешь разбирать, а второй, у тебя разобранный режим, блин, всё-таки надо собрать некрасиво выглядеть. За сколько времени ты собираешь один кубик? Четыре, четыре с половиной минуты. Настя, хватает ли времени на учёбу? Я знаю, что у вас очень много мероприятий, очень много выступлений. Да, хватает времени. Учителя поддерживают нас. Конечно, мы иногда пропускаем школу, но я быстро догоняю программу. Какие у тебя оценки по предметам вообще, в основном, в большинстве? Я хорошистка, у меня четыре четвёрки. По пению, наверное, и пятёрка. Конечно. Наташа, вы, по крайней мере, выглядите почти ровесницей, и небольшая разница, наверное, в возрасте участников. Как вы на них воздействуете? Какие методы? Как с ними договориться? Ну, вообще, изначально дети к нам приходят, они же маленькими приходят, там, кто-то в первом классе, кто-то во втором, кто-то в третьем. И они уже постепенно, обучаясь, сначала как к учителю к тебе относятся, а потом уже, будучи подростками, у них уже какие-то там свои отношения, наверное, да, к педагогу. Они относятся больше уже как к другу, и, в принципе, никогда не было никаких проблем, чтобы, например, взять, собраться на концерт, например, даже с этими же детьми и подростками. Нет подзахильников используете? Нет, нет. С мальчишками хотя бы? Нет, нет. Мы мальчишек очень любим, хвалим их, поэтому они у нас вот такие вот бравые. А вот почему они такие бравые, Леш? Что это за казачья форма, и она почему? Казачья форма как бы всегда предназначалась для тех людей, которые уважали свою родину, старались ее защитить всячески, и защитить свою семью, друзей и родственников. Казачья форма сейчас на мне, потому что я как бы раньше казаком был, потом нас перевели в кадеты, у меня до сих пор сохранилось казачье удостоверение. Потом нас перевели в кадеты, и сейчас я вице-сержант Свято-Андрейского кадетского корпуса. А в душе это ты казак? В душе казак. Или кадет? Всегда буду казаком в душе. В чем это выражается? Что в твоей душе такого казацкого? Я пою очень много казачьих песен, песен, которые наши казаки пели. Я восхищаюсь тем, как в многих фильмах показывают, как они боролись за свою родину и боролись за свою честь. Настя, скажи, пожалуйста, как ты относишься к критике? К критике я отношусь положительно. Я стараюсь исправлять ошибки. Но ошибку хочется, и критика, она всегда помогает идти вперед. Ну что ж, я желаю вам успехов. Надеюсь, что мы еще увидимся с вами на разных концертах, на фестивалях. Обязательно приду посмотреть ваше выступление. Но давайте небольшой подарочек в конце сделаем. Может быть, несколько строчек споете. Эх, и шел я яром, шел я незамом. Средь суеты родятся мысли, а не твой тайный эликсир. Пиши, рисуй и пой сегодня. Твори, спасая этот мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова